Делегация «Газпромдобыча Ямбург» во главе с генеральным директором Сергеем Шалимовым прибыла на осмотр производственных объектов «Миритаяхо-нефтегаз» на Тазовском НГКМ. Цель мероприятия – обмен опытом, поиск наилучших практик и решений. Посетили ключевой объект Тазовского нефтепромысла – это установка подготовки нефти и газа. И также мы были на четвертом кусту скважин, который также представлен в уникальном исполнении, поскольку содержит в себе нефтяные скважины в количестве 11 скважин и 6 газовых скважин. Месторождение инновационное. Газ на Ямале мы добываем давно. А вот нефть начали только сейчас. Там давление должно быть ноль. Чтобы у нас давление насыщенных паров соответствовало двигованию транснефти. Строительство запускалось в ковидные времена со всеми возможными мерами безопасности. Да и по сей день заметно, что культура ее на этом предприятии возведена в абсолют. Руководитель сам должен в это поверить. Он должен, поверив в это, воплотить эту веру в свою команду. И когда не понаслышке вся команда менеджмента будет демонстрировать небезразличное отношение к судьбе человека, к безопасности человеческой жизни и вообще к ценности людей как ключевого актива нашего бизнеса, только тогда что-то можно повернуть. Потому что культура внедряется сверху вниз. График плотный, все на ходу. Нужно успеть посетить еще одно месторождение. Южно-Русская. Это уже ветеран. Начальные суммарные запасы – более триллиона кубических метров газа, 50 миллионов тонн нефти. Пласты по большей части Синаманские и Туронские. Проектная мощность – порядка 25 миллиардов кубических метров в год. Мы сегодня были на Южно-Русском месторождении и видели установку комплексной подготовки газа с основными реализованными, инновационными технико-технологическими решениями. Обсуждаем все. От специфики обслуживания кустов газовых скважин до мероприятий по сохранению природы. Но главный вопрос – безопасность. Поэтому система видеофиксации с последующей систематизацией и архивацией работ повышенной опасности заинтересовала особенно. Получает камеру, крепит ее на грудный карман, проводит инструктаж перед производством работы своим всем исполнителям. Они отписываются на документацию, приступает к введению производства работы повышенной опасности. Под видео все это фиксируется. Работы проведены, завершились. Он документацию подписал, объект сдает и камеру возвращает назад. Очень хорошую схему. Задачи этой командировки выполнены. Есть над чем подумать, что-то адаптировать под себя, что-то порекомендовать коллегам. Но это программа минимум. Главное, что встреча личная. А такие встречи куда сильнее укрепляют командные отношения. Конечно же договорились еще обсудить там и дополнительно представить друг другу информацию об интересных решениях для дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности в целом. Мы договорились о дальнейшем и плодотворном сотрудничестве, что впрочем и было реализовано и реализуется в последние годы нашего взаимодействия. Цель одна, единая. Это направлено на развитие качественных месторождений, обеспечение, извлечение полностью всех запасов по нашим объектам и промыслам. Кирилл Мамонов о людях и делах «Газпромдобычи Ямбург». На Ямбургском месторождении стартовала аттестация нештатного аварийно-спасательного формирования. Часть первая. Проверка физической формы членов НАСФ. Бег на дистанцию 1 км, челночный бег, а затем подтягивания. Результаты высокие. Нормативы перевыполнены. В принципе, ничего сложного. Постоянно занимаемся, тренируемся, пытаемся держать себя в форме. Поэтому вполне нормально, без напрягов, скажем так. Часть вторая. Поступает вводная о возникновении условной аварии. Звено немедленно отправляется к месту сбора. Инструктаж под роспись, имущество по табелю оснащения. Все четко по регламенту. Действия давно и многократно отработаны. В полной экипировке команда грузится в автомобиль и выдвигается к месту условной аварии. Четыре раза в год мы собираемся, оттачиваем именно практические навыки по работе с оборудованием. Аварийно-спасательное звено номер один. Выдвинуться в зону ЧАЭС, провести разведку, о ситуации доложить. Правильно открыть помещение, в котором бушует огонь – целое искусство. Впрочем, спасатели владеют им в полной мере. Проникают к месту учебного возгорания и ликвидируют его. В заблокированном помещении обнаружен пострадавший. С помощью специального инструмента объект вскрывают, заходят внутрь, оказывают первую помощь и передают пострадавшего медикам. Слышим под завалом звуки, похожие на нахождение человека. Спасение из-под железобетонных завалов – следующее упражнение. Здесь техника другая и методика работы тоже. Пострадавшего обнаруживают чувствительными устройствами. Затем работают мощными домкратами и отбойным молотком. В завершении спасательное формирование демонстрирует навыки тушения пожара на электроустановке, чем тоже легко справляется. Есть к чему стремиться, но все отработали. Главное, что все с соблюдением охраны труда, правил безопасности, с использованием средств индивидуальной защиты. Все действия нештатного аварийно-спасательного формирования фиксировали специалисты по гражданской обороне. Их оценка самая объективная. На сегодняшних учениях команда НАСУ выполнила все поставленные перед ними задачи. Вместе со специалистами за ходом учения наблюдал корреспондент Ямбург-ТВ Юрий Григо. Когда на газовых промыслах сброшено давление, неестественно тихо. Персонал за пару недель ППР, планово-предупредительных ремонтов, успевает подготовить всю технологию к предстоящим нагрузкам. На ГП-2 из-за полярного месторождения, кроме всего, продолжили менять фильтрующие элементы в сепараторах цеха очистки газа. Вот видите, здесь уже сверху дополнительная металлическая сетка и также получается ниткамка. На промысле фильтрующие элементы казанской компании уже не первый год вытесняют импортные, конструкция которых была рассчитана на однократное применение. Даже в условиях отсутствия санкций данные фильтрующие элементы ПАО Евразия были дорогостоящие. Инжихим в рамках программы «Газпром» импортозамещения создали для нас фильтрующие элементы и у них цена гораздо ниже. А во-вторых, они многоразового использования. Это вообще одно из основных, наверное, приоритетов. Инженеры по ремонту оценили возможность обслуживания новых фильтр-элементов или каплеуловителей, как их иногда называют. В каждом сепараторе таких 138. Они обеспечивают необходимую производительность, очищая газ от мехпримесей и пластовой воды. Перед установкой аппараты подготовили, выполнив все необходимые этапы. Устанавливаются заглушки, аппараты отглушаются, проводится пропарка аппаратов, установка заглушек после пропарки и проветривание аппаратов. В этот раз фильтрующие элементы поменяют на двух сепараторах. Они на промысле не первые. В прошлом году подобный апгрейд уже проводили, и по результатам работы цифр технологических замеров ИТЦ импортозамещение можно назвать вполне успешным. Они ежемесячно нам формируют отчеты о работе сепарационного оборудования. И мы видим, что уносы в пределах допустимых, и также даже на каких-то линиях они меньше, чем с импортными фильтрующими элементами. В ближайшие годы отечественные фильтры будут на всех сепараторах газовых промыслов. Их работа с нагрузками и ремонтопригодность уже заслужили одобрение газодобытчиков, для которых присутствие жидкости в главном продукте, вне зависимости от сезона или обстоятельств, должно оставаться в рамках отраслевых стандартов качества. Дмитрий Дугинов, Заполярное месторождение. На первом газовом промысле Ямбурского месторождения заканчиваются летние профилактические работы. Оборудование ГП остановили в середине июля. Чтобы подготовить все системы к работе затяжной арктической зимой, отведено около месяца. Произведены ремонтные работы в цехе подготовки газа, возле очистки газа, ЗПА, здания переключающей арматуры. Также произведены ремонтные работы на ГФУ. Оборудование выключено, но работа кипит. Слесарей перебирают и ревизируют краны, задвижки, тройники и системы подключения. Много работы у сварщиков. Останов промысла – горячая пора для всех. Особое внимание энергетическому хозяйству. Мы находимся в трансформаторной подстанции 11П20. Это сердце ДКС. Отсюда у нас питаются машины, агрегаты газопрекачивающие. Соответственно, ремонт данного оборудования стратегически важен. Электромонтеры чистят оборудование от пыли и нагара, проверяют работу автоматических выключателей и пускателей. Все системы должны функционировать как часы. На промысле таких подстанций 11. Проверить нужно все. У энергетиков дел более чем достаточно. Работы на установке комплексной подготовки газа идут строго по графику. Отставаний нет. Произведена также ревизия, чистка и ремонт разделителей имкостей в цехах регенерации ДГ метанола. В данный момент ведутся работы по подготовке колонн К1А в регенерации метанола и К1А1 в регенерации ДГ под ревизию и ремонт силами ГСП-ремонт. Профилактику оборудования промысла завершат к 10 августа и первая установка снова подаст газ в магистраль. Юрий Крига, Ямбургское месторождение. Самый теплый прием для дорогой гостьи – ветерана «Газпромдобычи Ямбург» Валентины Васильевны Бантеевой. Она 35 лет трудилась в производственно-диспетчерской службе компании, посвятив себя газодобыче. Слова благодарности от генерального директора общества Сергея Шалимова. И памятный подарок – фотоальбом, в котором собраны портреты коллег и свидетельства самых важных производственных событий с участием нашей героини. Мы это смотрим только по фотографиям. А как это изнутри было, как это чувствовалось, какие были сложности, подвиги. На самом деле же подвиги были. Здесь и прибытие блок понтонов в порт, приезд Горбачевой Черномырдина на УКПГ-2, почетная вахта памяти и, конечно, подача первых кубометров газа в магистраль Ямбург-Елец со второй установки комплексной подготовки газа. Пускались мы с вечера, ну как бы, все работали, опрессовывали, подготовились к пуску, потом запросили телефонограмму, Пашин сказал, пересылай. Прошу дать разрешение на пуск в работу УКПГ-2 в магистраль с 2.00 московского времени. Подписал Пашин, передала Бантеева. Так это выглядело 22 сентября 1986 года. И снова здесь, снова дома. В пиковые нагрузки в этом кабинете главный диспетчер, можно сказать, жила. Валентину Васильевну знали все, причем так было десятилетие. Вот здесь мы с сентября 1989 года жили здесь. Она работала под руководством пяти директоров предприятия. Наша героиня – наставник для многих, профессионал для всех, а для некоторых до сих пор близкий друг и коллега. Заложенный вами фундамент продолжает развиваться. Так, у меня два главного. Я же никогда не ругалась, помнишь? Никогда. Все четко по делу, энергично. Воспитаю, помалюк, воспитаю, и все хорошо. Эта поездка состоялась в рамках телевизионного проекта «Герои Ямала», который знакомит зрителей с тружениками Севера. Для встречи с Валентиной Бантеевой в клубе «Юность» собрался коллектив газопромыслового управления. На вечере было много цветов, объятий, песен, общих тем для разговоров и творческий сюрприз от коллег. Принимала первый газ от скважин Синомана. Вопросы производственные решать не забывала. Опыт по профессии нам передавала. И при этом Розгивдяев иногда ругала. Это наша жизнь, моя и ваша. Вместе мы здесь начинали, вместе шли, работали, давали газ в стране. Успехи были у нас. И, естественно, наши сердца действительно остались здесь. Сюда, на берег Обской губы, попасть теперь за счастье. Глядя на красочный летний Ямбург, она вспоминает его черно-белым. Время большой стройки, крепкой дружбы и цветущей молодости. Непростая жизнь на краю земли подарила Валентине Бантеевой самые яркие моменты. И не было тогда разделения. У меня вот выходной или что-то. Люди относились. Советское время было. Люди относились с энтузиазмом, с таким. Сейчас такого нет уже. А тогда было. Все вдохновленные были работой. Это же была комсомольская молодежная стройка. Я вчера ехала, и у меня такое ощущение было. Я девочкам говорю, я домой еду. В этот дом она готова возвращаться вновь и вновь. И следующая встреча будет в октябре 2024-го, уже в честь 40-летия родного предприятия. Юлия Надрага, Юрий Григо, Дмитрий Шолохов, Кирилл Мамонов, Новый Уренгой, Ямбург. Эта Костелия Арктическая распространена в Тазовском полуострове, внесена в Красную книгу Ямал-Ниньского автономного округа. Встречается как здесь на ровных поверхностях, где машины. Удивительно, как ее не заехали, не затертали. Так может произрастать и на каких-то склонах. Восемь старшеклассников из Нового Уренгоя, Надыма, Москвы и Чебоксар стали участниками экспедиции по изучению орнитофауны и флоры Тазовского полуострова и Ямбургского месторождения. На несколько дней они сменили домашний уют на романтическую атмосферу полевого лагеря и нисколько об этом не пожалели. Атмосфера такая вот, походная, так сказать. Я первый раз, я вообще никогда не ночевал ни в палатках, нигде вообще. То есть все великолепно. Прям вот вживую увидел сокола и Сапсана. Для Алисы Яшуриной это уже вторая такая экспедиция. Тематика первой настолько увлекла, что и в этот раз поехала не раздумывая. Я начала заниматься в орнитологической, детской экологической станции 23-го года после того, как съездила в экспедицию в 23-м году. И в течение прошлого года мы писали вместе с научным руководителем исследовательскую работу по изучению миграционных путей из сокола Сапсана. Под руководством педагогов и ученых ребята вели настоящие научные исследования. Результаты вносили в специальные дневники. Отобранные по всем правилам образцы, например, грунтов, увезут с собой. Их изучат в лаборатории и получат важную информацию о составе и строении. Здесь мы можем увидеть четкое разделение слоев. Вот этот вот черный, это гумусовый горизонт, а нулевое. Дальше уже начинается горизонт А1. Это моя первая экспедиция. Все очень интересно и мне все нравится, потому что это непосредственная практика. Мы берем все образцы сами. Но это большой опыт. Помимо изучения грунтов и флоры, научный вектор был направлен в сторону редких птиц. А их в Ямальской тундре более чем достаточно. Поэтому дел хватало всем. И ученым, и ученикам, и педагогам. Здесь мы ведем наблюдение за успехом размножения, за занятостью территории. Проводим кольцевание птенцов с АПСАНА с целью изучения пути эмиграции, мест зимовок. Здесь мы наблюдаем за одним из самых редких видов соколиных России. И это кречет. Здесь есть единственное гнездо, известное нам на Тазовском полуострове, соколокречета. Он здесь уже гнездится с 2020 года ежегодно. Используют для этого действующие антропогенные объекты газового промысла. На первый взгляд может показаться, что ребята просто дурачатся. Однако и сейчас они заняты серьезным делом. Изучают тонкости корейского фехтования. Называется Хэдон Кумдо. Ну это немножко, чтобы разнообразить их жизнь здесь, на северном краю нашей земли. Я параллельно еще преподаватель по фехтованию. Собственно, после действующего мероприятия я поеду на чемпионат России. Конечно, основное время ребята провели в лагере и его окрестностях. Но на пару дней заглянули и в поселок газодобытчиков. Изучили систему экологического мониторинга окружающей среды. Посетили корпоративный музей компании «Газпром-обыча-ямбук». С интересом осмотрели экспонаты и ознакомились с историей предприятия. На встрече с газодобытчиками ребята поделились предварительными результатами исследований. Материал собрали богатый. Хватит не на одну научную работу. Материал, который мы собрали, ляжет в дальнейшем в основе наших будущих исследовательских работ детей. Это, кроме того, ляжет в основу нашего планируемого к изданию альбома о птицах Тазовского полуострова. А также данные, которые получены, будут представлены на конференции в Казани орнитологической, куда уже нас пригласили. Вместе с образовательной вахтой Ямбурга тундру исследовал корреспондент Юрий Григо.